МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Закон превыше всего. Сегодня российская прокуратура отмечает 297-летие. Но жевалась на недвижимости. Полицейские республики задержали телефонную мошенницу. Музыка, которая лечит. В Чубаксарах прошел концерт певицы Юлии Славянской. Сегодня работники прокуратуры Чуваши принимали поздравления с профессиональным праздником. Ведомству исполняется 297 лет. В торжественной обстановке отметили лучших и подвели итоги работы за год. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В парадном зале те, кто служит закону сейчас, и преданные своему делу ветераны. Валентина Щербакова работала в прокуратуре более 20 лет. Многие сотрудники ведомства называют ее наставником. Раньше я работала и в общем надзоре, потом в судебном отделе. В судебном отделе рассматривали гражданские дела, в которые мы должны участвовать. Мне нравилась работа людям, чтобы хорошо делать, помогать решить свои проблемы со стороны законности. В прокуратуру граждане обращаются по самым разным вопросам. Аферы с приобретением жилья, необоснованный рост цен в магазинах, нарушения в сфере ЖКХ. Одна из приоритетных задач – защита социальных прав. Только в прошлом году в суды предъявлено свыше 9 тысяч исков. Прокурорами восстановлены права несовершеннолетних, пенсионеров и инвалидов, тогда, когда особенно нам они сигнализировали о происшествиях и нарушениях в самых различных сферах правоотношений. Ведомстве решают эффективные трудовые споры. Благодаря принятым мерам были погашены долги по заработной плате более чем на 50 предприятиях республики. Если в денежном выражении, то это более 185 миллионов рублей. И это результат усилий всех и контрольно-надзорных органов, и органов власти управления, разумеется, с нашим определенным участием. Михаил Игнатьев отметил, что работники прокуратуры являются гарантами законности и правовой стабильности. Между ведомством и правительством региона налажено конструктивное взаимодействие. Огромные слова благодарности хочу выразить всем вам за то, что на самом деле вы честью выполняете свою миссию, которые по компетенции определены соответствующими нормами закона, нормативно-правовыми документами. Президент России, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин ставит перед нами четкие задачи. Это на перспективу выполнения уже национальных проектов, государственных и федеральных проектов, и региональных проектов. Мы практически в течение шести лет уже работаем по выполнению 47 региональных проектов. В профессиональный праздник госнаграды. Старшему советнику юстиции Юрию Фуражникову вручили нагрудный знак почетного работника прокуратуры. Одна из почитаемых наград ведомства – медаль за безупречную службу. В этом году ею наградили Алатарского межрайонного прокурора. Алексей Галахов говорит, что это заслуга всего коллектива. Алатарской межрайонной прокуратурой в 2018 году была проделана большая работа по укреплению законности на территории города Алатары и Алатарского района. В целом выявлено более 1800 нарушений закона. Лично для меня работа в прокуратуре – это основная цель, вернее, даже работа в нашей прокуратуре – это соблюдение конституционных прав граждан, это достижение верховенства закона. Работники прокуратуры и ветераны получили награды и от главы региона. За верность выбранному делу. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. И в развитии темы. Чтобы понять масштабы работы ведомства, один день с прокурором Николаем Осиповым из Батрева провели мои коллеги Татьяна Трофимова и Павел Редков. Прошедшие сутки заявлено сообщение о криминальном характере на территории города не зарегистрировано. Проверка сводок в полицейском участке и поход в изолятор временного содержания. Ежедневно с этого начинается работа районного прокурора Николая Осипова. Его задача – защита прав граждан. И неважно, потерпевший это или преступник. Затем встреча с гражданами в администрации. Вопросов на приеме немало. От механизма предоставления субсидий до обоснования тарифов за вывоз мусора. Прокурор видит своего защитника, который именно, если они где-то не получают своей поддержки, может именно защитить их права и интересы. В принципе, круг жалоб не ограничен. То есть, совершенно по разным вопросам. Всех граждан мы принимаем, всех внимательно услышим, стараемся помочь. Даже если мы обращения сами не рассматриваем, а это у нас допускается, направляем на что-то уровень, который компетентнее такие жалобы рассматривать, мы эти жалобы все равно берем на контроль. Сам Николай Осипов выбрал эту профессию, по его словам, еще в седьмом классе. И сейчас рассказывает школьникам о своем непростом, но верном выборе. Я рассказываю им о своей работе, о том, чем занимается прокуратура, какие направления прокурорского назора у него есть. И очень, конечно, я в мечтах хочу увидеть, что когда-нибудь, может быть, кто-нибудь из всех, перед кем я выступал, они также оденут синие мундиры, также дадут присягу прокурорского работника и с достоинством будут продолжать наше дело. Подробнее о том, из чего складывается рабочий день прокурора, смотрите в программе «Правовое поле». Не пропустите. Сегодня в Научбоксарске стартовал чемпионат по Волжье по легкой атлетике. А завтра там же начнутся и всероссийские соревнования на кубок главы Чувашии. В республику приехали сотни спортсменов и их тренеры. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с главным тренером сборной России по легкой атлетике Юрием Барзаковским. Юрия Барзаковского Михаил Игнатьев встречает как давнего друга. Олимпийский чемпион Афин и главный тренер сборной России в Чувашии частый гость. Чебоксары уже шесть раз принимали национальный чемпионат по легкой атлетике. И всероссийские соревнования на кубок главы Чувашии традиционно открывают новый спортивный год. 44 спортсмена из республики в прошлом году были в составе сборной России. На соревнованиях в Новочебоксарске выступят сильнейшие. Особое внимание будет приковано к сектору для прыжков с шестом. За кубок победителя поборется с соперницами двукратный призер чемпионата мира в помещении. Заслуженный мастер спорта России Анжелика Сидорова, которая представляет Чувашию. Михаил Игнатьев и Юрий Барзаковский обсудили и вопросы проведения летнего легкоатлетического чемпионата. Спасибо огромное за доверие проведение этих соревнований. Но и в этом году 100-й чемпионат России по легкой атлетике будут проходить у нас. Летние состязания станут отборочным этапом на мировые соревнования. Юрий Барзаковский отметил, что из представительниц Чувашии хорошие результаты демонстрируют марафонки Татьяна Архипова и Алина Прокопьева, которые выступали на международных стартах. Большие надежды подает и бегунья Екатерина Ишова. Огромное вам спасибо за то, что проводите соревнования на ваш кубок, который проведут 12-го числа. И спасибо, что приняли 100-й чемпионат. Я уверен, что вы проведете как никто другой. Здесь Чуваксаров всегда был на мольным местом. Чуваший на мольным местом был для сборной команды как отборочный этап к официальным стартам. А чемпионат мира по легкой атлетике в 2019 году впервые в истории будет проведен в Дохе. В столице государства Катар. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В регионах страны проходит полиэтапная апробация пилотного проекта «Прямые выплаты», инициированного Фондом социального страхования России. В нем участвуют уже 39 регионов. С 1 января этого года Чувашия тоже перешла на прямые выплаты ряда пособий. О том, как изменился механизм их получения, в нашем следующем материале. Проще и удобнее. Отныне всем жителям Чувашии, работающим по трудовым договорам, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за детьми до полутора лет и другие, будет выплачивать непосредственно Фонд соцстрахования. Механизм простой. Человек приносит больничный лист на работу, пишет заявление на его оплату. После этого работодатель в течение пяти дней передает полный пакет документов в Фонд соцстрахования. В течение десяти дней работник получит средства напрямую от фонда на свой лицевой счет или по почте. Уже практически с 3 января мы получили около тысячи уже реестров. На вчерашний день мы уже 39 выплат произвели работникам. А логически вот эти 39 человек могли получить эту выплату, пособия по временетрудоспособности, другие виды пособий, только в начале февраля месяца, когда бы получается в день выплаты у работодателя заработной платы. Значит, сокращаются сроки и гарантируется, например, своевременность получения этих выплат. Так как все расходы на выплату соцспособий несет только ФСС, работодатель исключает из бюджета эту статью. Все, что требуется от работодателя, это своевременное предоставление электронных реестров в фонд. А работодателям это очень выгодно. Почему? Потому что он не отвлекается из средств. Во-первых, он не занимается сегодня уже расчетами этого пособия. Дальше мы же их раньше проверяли, правильно ли они исчислили это пособие. Проверяли справку о заработной плате, выходили на проверки выездные. Это получается, поскольку сведения нам дали о его среднемесячном заработном плате, мы делаем расчет. Уже в перспективе мы, например, поскольку не возмещаем расходы. Мы, получается, например, страхователь не несет расходы. Значит, нет случаев, получается, необоснованной выдачи, завышенной суммы и так далее. Получается, уже проверки не требуется. Стоит отметить, что размер пособий и формулы их расчета не меняются. Изменится лишь схема взаимодействия ФСС с работодателем и застрахованным работником. Кстати, по всем вопросам перехода на прямые выплаты, готовы проконсультировать по телефонам горячей линии в Чебоксарах. 30 39 15 30 38 62 30 38 56 В Чувашии стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Проверяют свои знания 2000 учеников 9-11 классов, призеров муниципального этапа. Самые популярные предметы – ОБЖ, русский язык, общество знания, биология. В этом году впервые пройдет Олимпиада по испанскому языку. Всего в списке 23 предмета. Завершится региональный этап 25 февраля. Лучшие школьники поедут на Всероссийскую Олимпиаду. Победители смогут поступить в вузы нашей страны, не сдавая вступительные экзамены. Также каждый участник интеллектуальных состязаний может попасть на Международную Олимпиаду. Хайп на четыре протокола. Тот случай, когда хвастовство в Инстаграме стал поводом для расследования. На днях молодые люди на иномарке, игнорируя правила дорожного движения, проехались по Светомовому пешеходному мосту в Чебоксарах. То ли решили полюбоваться красотой залива из окна машины, то ли решили показать, что им закон не писан. Свидетельство своего дерзкого поступка один из участников веселой гонки выложил в сторис с Инстаграм. Тем самым помог правоохранителям. Как сообщили в прислужбе МВД Пучуаши, водителя нашли. Ему 21 год. Права он получил год назад. И за это время уже 12 раз попадался на нарушениях ПДД. В отношении 21-летнего водителя составлены протоколы по 4 статьям Кодекса об административных правонарушениях. А именно, задвижение по пешеходным дорожкам, управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных знаков, нарушение правил пользования телефонным водителем транспортного средства и уклонение от исполнения административного наказания. Максимально водителю грозит штраф в размере 3,5 тысяч рублей и административный арест на 15 суток. Сейчас его доставляют в суд. Несмотря на постоянные предупреждения, что незнакомым людям нельзя сообщать реквизиты своих банковских карт, жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников. И чтобы поймать злоумышленников, полицейским республике приходится постоянно выезжать в другие регионы. Заодно из подозреваемых они отправились в столицу Башкортостана. Представительницу кочевого племени оперативники Чувашии задержали в Уфе. 31-летняя женщина пыталась убедить стражей порядка, что на преступление пошла от безысходности. Знаете, чтобы кормить своих детей, я вообще ни о чем не думала, правда. Потому что дети плачут постоянно. Мы голодные, мы боссы. Я же ни о чем не думаю, что будет со мной, как будет со мной. Потому что у меня муж вообще никак у него алкоголя третьей степени, он вообще не зарабатывает. В искренность ее слов верится с трудом. Женщина не скрывает, что постоянно просматривала в интернете объявления о купле-продаже недвижимости или других крупных товаров. На этот раз она представилась покупателем и предложила продавцу дачного участка перечислить несколько тысяч рублей на банковскую карту в качестве залога. Сказал, что предложит предоплату, но так как операция не проходит, попросил подойти к терминалу и ввести некоторые комбинации цифр, чтобы получить доступ к ее мобильному банку. Все это время она вводила ее в заблуждение различными фразами. Женщина сама не понимала, что дает этим самым доступ к своим средствам денежным. Любой пользователь банковской карты должен знать, что никакие кода и цифры на обороте банковской карты никогда никому сообщать нельзя, даже сотруднику банка. Таким образом, узнав реквизиты банковской карты, женщина смогла снять с нее 50 тысяч рублей. Пока она призналась только в одном факте мошенничества. Оперативники изъяли у подозреваемой несколько мобильных телефонов, сим-карт и банковских карт. Полицейские устанавливают ее причастность к похожим преступлениям, совершенным в отношении жителей других регионов. Жадность глупить фрайвера. Может быть, поэтому. Но я опокаялась, честно. Я хочу всю сумму вернуть обратно. Потому что они в пользу не пошли мне. К столетию Чувашской автономии киностудия Чувашкино снимет 10 фильмов, посвященных памятным датам и знаменитым людям республики. Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов. Сейчас составлен список из 17 предполагаемых картин. В списке документальные фильмы о космонавте Андриане Николаеве, Камдиве Василия Чапаеве, а также посвященные 550-летию Чебоксар и столетию Чувашской автономии. Проголосовать за понравившуюся картину может любой желающий на сайте Чувашкино до 15 января. Песни, которые лечат души. Песни, которые помогают обрести веру, надежду и любовь. В Чебоксарах во Дворце культуры имени Якова Ухсая прошел благотворительный концерт певицы и композитора Юлии Славянской. Юлия Славянская детство провела в Сергиевом посаде, в городе с древней историей. Именно там и появилась тяга к православным песням, наполненным любовью к родине, считает она. Татьяна Долганова на концерт пришла по рекомендации дочери и внука, которые были на выступлении Юлии в Петербурге. Столько души в этих песнях, такая любовь, такой патриотизм к нашей стране, что сейчас очень важно и актуально. Мы просто счастливы, что пришли на этот концерт. Духовные и нравственные ценности, взаимоотношения в обществе, война и мир – вечные песенные темы для Юлии. А мы не верили глазам, что мы с Донбассом натворили, Господи, помилуй. Послушать песни певицы вместе с родителями пришли и дети. Юлия Славянская, она очень интересно подает и, как говорится, со смыслом ее песни. О ее песне хочется задуматься. Вот у меня еще старшая дочь сидит в зале, она плачет, слушая ее песни. Так что я считаю, что ее концерты нужны нам, и они приносят нам только и радость, и воспитание, и какую-то действительно Божью благодать. Мне нравится эта музыка, дети слушают ее дома. Будет в конце, я знаю, что Юлия Славянская по программе «Матушка Богородица». Это колыбельная моих детей. В зале царила атмосфера любви, счастья и гармонии. Зрители отмечают, что ее песни помогают пережить горе и исцелить душу. Можно сказать, что душа в это время преображается, становится открыта к тем моментам песнопения, которые там звучат. То есть хочется и плакать, и радоваться в ее песнопении. Многие тоже сидя в зале, и мужчины вытирали слезы. Чебоксары стали первым городом в межрегиональном рождественском благотворительном туре Юлии Славянской. Следующий город – Ульяновск. Ольга Алексеева, Бахтиар Вилиев, Республика. Это все новости на сегодня. Сразу после информационной программы смотрите программу «По существу». В гостях у Ольги Алексеевой и Юлия Славянская. А я с вами прощаюсь. Отличных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова